Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет отличной драмы 2020 года – Палмер. Эдди Палмер, наконец, возвращается в свой родной городок после длительного тюремного заключения. Бабушка парня Вивиан крепко обнимает любимого внука, ведь у неё больше не осталось близких родственников. Осмотрев свою комнату, в которой за время отсутствия парня ничего не изменилось, Эдди выглядывает в окно и видит стоящий поблизости трейлер, в котором живёт наркоманка, алкоголичка и девица лёгкого поведения Шелли, вместе со своим подрастающим сыном Сэмом. За обедом парень обещает бабушке найти работу в ближайшее время, так как он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, и раз в две недели ему нужно отчитываться местному полицейскому о тот, как он встаёт на путь исправления. Вивиан делится с внуком, что Сэм часто бывает у неё в гостях, так как рядом с психованной мамашей-алкоголичкой просто невозможно находиться рядом. Кроме того, бабуля постоянно подкармливает голодного мальчишку, так как Шелли тратит все свои деньги на выпивку и дурь. Весь следующий день Эдди безуспешно пытается устроиться на работу на любую свободную вакансию, даже низкооплачиваемую, в разные организации города. Вот только никто не хочет брать в свой коллектив бывшего зэка, так что проблема остаётся нерешённой. Вечером Эдди пьёт пиво в местном баре, когда к нему подходят старые приятели, дерзкий и высокомерный Дэрил вместе с Колзом, который по настоянию своего отца-шерифа так же, как и тот, стал полицейским. Следом в бар заходит вечно пьяная Шелли, которая просит Эдди угостить её выпивкой, а затем, как само собой разумеющееся, прыгает к нему в постель. А изголодавшийся по женской ласке бывший зэк не брезгует жаркой ночкой с местной распущенной девицей. Утром Вивиан не может поверить своим глазам, увидев, как внук выходит из трейлера Шелли. В воскресенье Вивиан вместе с Эдди и Сэмом едут в церковь, где сверстники, как обычно, начинают задирать соседского мальчишку. На улице Дэрил усмехается и показывает на Сэма, который ведёт себя как девчонка, а Эдди с сожалением понимает, что постоянное нахождение рядом с неадекватной мамашей сильно отразилось на детской психике. Перед тем, как попрощаться, Вивиан, как обычно, даёт Сэму немного еды с собой, чтобы мальчишке было чем поужинать. Следующим утром Вивиан даёт Эдди немного налички и просит пополнить припасы в местном супермаркете. А внук замечает на улице, как пьяная Шелли уезжает куда-то с очередным ухажёром. В магазине Эдди видит объявление, что им требуется кассира. Вот только владелец наотрез отказывается связываться с бывшим зэком. Вернувшись домой, Вивиан говорит, что Сэм некоторое время поживёт у них, пока его мамаша не соизволит вернуться. Эдди замечает, что соседский мальчишка играет с куклами и пытается объяснить, что куклы для девчонок. Вот только выросший в тесном вонючем трейлере Сэм в жизни не видел других игрушек. За ужином Вивиан неожиданно обвиняет внука в краже налички, что сильно обижает Эдди, который показывает бабуле, что она ошиблась, неверно сосчитав сдачу. На следующий день Эдди приходит в начальную школу, куда требуется уборщик. Сначала директор Форбса отказывает бывшему зэку, но тот умоляет мужчину дать ему шанс, рассказав о своём студенчестве, когда он был лучшим игроком команды университета по американскому футболу. Форбс обещает подумать, а парню остаётся лишь ждать его решения. К счастью, вечером Форбс перезванивает Эдди и соглашается взять его уборщиком в школу, где по совпадению учится Сэм. За работой Эдди обращает внимание, что на уроках Сэм гораздо охотнее общается с девочками, чем с мальчиками, что вызывает некоторое беспокойство у его классного руководителя Мэгги. Через пару дней к Вивиан подходят сотрудники службы опеки, которые беспокоятся за условия, в которых живёт Сэм, и рассматривают возможность забрать мальчишку безответственной матери и передать его в приют. Однажды, когда Эдди после обеда возвращается с работы, Сэм смотрит мультика «Волшебных феях» и говорит, что Вивиан всё ещё спит. Эдди тут же спешит в комнату бабушки, где с ужасом видит, что она умерла. После похорон Вивиан, Эдди думает, как ему поступить с соседским мальчишкой. Вечером парень выпивает несколько кружек пива в баре неподалёку, а утром он сажает Сэма в машину и едет вместе с ним в полицейский участок. Эдди заходит в кабинет к Коузу и объясняет, что Шелли не появлялась дома уже две недели, на что коп велит приятелю оставить Сэма в участке, чтобы служба опеки отвезла его в приют. Ни слова не говоря мальчишке, Эдди выходит на улицу, но у парня сжимается сердце при мысли о приюте, и через несколько минут он возвращается за Сэмом. Так проходит несколько дней. Эдди постепенно привыкает к тому, что Сэм живёт с ним в одном доме и самостоятельно добирается до школы на школьном автобусе. Однажды Мэгги подвозит Сэма до дома и заходит внутрь, чтобы узнать, в каких условиях сейчас живёт её ученик. Эдди говорит учительнице, что они совсем справляются, и ждут, когда наконец Шелли соизволит вернуться домой и забрать сына. Вечером Эдди просматривает свой старый фотоальбом и с тоской вспоминает студенческие годы, когда он был настоящей звездой американского футбола. Утром Эдди подвозит Сэма до школы, а мальчишка делится, что он просто обожает мультики про волшебных фей, что кажется парню довольно странным. В школе к Эдди подходит Люсиль, жена Коуза, и просит разрешения забрать Сэма на несколько часов к ним в гости, так как её дочь Эмили очень любит с ним играть. Эдди соглашается, с удивлением понимая, что окружающие стали воспринимать его как отца соседского мальчишки. Когда Эдди через пару часов хочет забрать Сэма, ребята уговаривают парня присоединиться к их игре в чаепитие. Эдди решает, что пора приобщать соседского мальчишку к мужским развлечениям, и ведёт его на матч по американскому футболу, где двое встречают Мэгги, которая приглашает ребят как-нибудь сходить вместе в боулинг. Двое занимают места рядом с Дэрилом, который настойчиво советует приятелю держаться подальше от распутной Шерил, в постели которой побывала уже половина города. После матча Эдди отвозит Сэма домой, а сам идёт с приятелями в бар, где высокомерный Дэрил без всякой причины наезжает на Сиба, завхоза из начальной школы. Но Эдди вмешивается в конфликт и разряжает обстановку. На следующий день Эдди, Сэм и Мэгги идут в боулинг. Пока довольный мальчишка сбивает кегли, Эдди делится со спутницей, что он пару лет отучился в университете, а затем по собственной глупости попал за решётку. Мэгги в ответ признаётся, что она недавно развелась с мужем и переехала в этот город, поближе к своей родине. Директор школы, видя, что бывший зэк постоянно находится рядом с Сэмом, начинает подозревать неладное и спрашивает мальчишку, всё ли у него в порядке, на что тот неожиданно отвечает, что Эдди – лучший папа на свете. На следующий день Эдди вместе с Сэмом едут в полицейский участок, чтобы отметиться у офицера по УДО. После этого двое идут в кафе, чтобы выпить молочный коктейль. Эдди объясняет мальчишке, что несколько лет назад он попытался украсть крупную сумму у другого человека, но его поймали и отправили в тюрьму. В ответ Сэм также признаётся, что он несколько раз воровал еду у Вивиан, так как ему очень хотелось кушать. Когда наступает день рождения Сэма, Мэгги и Эмили приходят поздравить мальчишку. А Эдди дарит ему укулеле, уверенный, что у соседа хороший музыкальный слух. Пока дети радостно играют во дворе, Эдди признаётся Мэгги, что родная мать бросила его в пять лет, сразу после смерти отца, так что его воспитанием полностью занималась Вивиан. Через несколько дней Эдди звонит юристу, чтобы узнать насчёт завещания Вивиан. Юрист отвечает парню, что Вивиан завещала свой дом и всё своё имущество местной церкви, что повергает Эдди в настоящий шок. После того, как дом будет продан, у Эдди будет только 30 дней, чтобы куда-то переехать. Одноклассники продолжают издеваться над Сэмом за то, что тот играет с девчонками и постоянно возится с куклами. А Эдди, увидев это, прогоняет задир и объясняет мальчишке, что в этой жизни нужно обязательно научиться постоять за себя и давать отпор хулиганам. Вот только Сэм лишь пожимает плечами и признаётся, что его мечта – получить членство в волшебном клубе фей. В магазине Сэм выбирает на Хэллоуин костюм принцессы, а Эдди безуспешно пытается уговорить его взять что-то более мужественное. Увидев парочку, злобная старуха кричит, что зэку нельзя воспитывать ребёнка и угрожает пожаловаться в службу опеки. А Сэм уверенно заявляет вредной тётке, что Эдди – лучший папа на свете. Сэм шокирует учительницу своим выбором костюма принцессы, а Эдди никак не может отговорить мальчишку от этой затеи. Увидев Сэма в необычном наряде, одноклассники начинают насмехаться над ним и называют его Самантой. Чтобы хоть как-то поддержать Сэма, учительница изображает из себя директора школы. Вечером Эдди с Сэмом приходят в гости к Мэгги, когда мальчишка засыпает, взрослые долго разговаривают вдвоём на улице. Эдди, наконец, рассказывает, как он угодил за решётку. В студенческие годы Эдди блистал в американском футболе, пока не получил серьёзную травму, из-за которой пришлось навсегда распрощаться со спортом. Впавший в депрессию студент вскоре вылетел из университета и вернулся домой, где один из друзей поделился, что в сейфе его отца лежит крупная сумма денег. Несколько приятелей залезли в дом и попытались вскрыть сейф, когда неожиданно вернулся хозяин. Эдди напал на мужчину, и через несколько недель он уже сидел на скамье подсудимых. Так как Сэм крепко спит, Мэгги позволяет Эдди переночевать у неё, и двое страстно занимаются любовью. Через несколько дней Эмили вновь зовёт Сэма в гости, а Эдди ищет в интернете информацию, как стать официальным опекуном мальчишки. Днём Мэгги, по просьбе парня, приезжает к нему домой, где тот просит отдать в хорошие руки вещи, оставшиеся после смерти Вивиан. Неожиданно домой возвращается Сэм, весь в слезах, а лицо мальчишки оказывается вымазано косметикой. Эдди узнаёт у Сэма, что так над ним поиздевался Дэрил за его пристрастие к девчонкам и куклам. Разгневанный Эдди прыгает в свою машину и спешит в бар, где в этот момент находятся его приятели. Дэрил пытается оправдаться, что он просто пошутил, но Эдди не нравится такие шуточки, и он сильно избивает подонка. Затем Эдди предупреждает Колза, что если они посмеют рассказать о случившемся шерифу, то им не сдобровать. Оказывается, Дэрил и Колз также участвовали в неудачном ограблении несколько лет назад, но Эдди не сдал приятелей копам и на суде взял всю вину на себя. Мэгги, узнав о драке в баре, просит парня быть осторожнее, ведь он всё ещё находится на УДО, и любой опрометчивый поступок может стоить ему свободы. Утром Эдди объясняет Сэму, что Дэрил очень плохой человек, и не стоит расстраиваться из-за случившегося. После этого Эдди помогает мальчишке написать письмо в волшебный клуб фей, чтобы исполнить его давнюю мечту. В этот момент на пороге появляется Шелли, которая выглядит так, будто по ней проехал каток. Не до конца протрезвевшая женщина забирает сына домой, который очень не хочет расставаться с Эдди, ведь тот стал для него самым близким человеком на земле. Эдди несколько дней не может найти себе места, не зная, как ему теперь поступить. Однажды утром на пороге дома появляется Сэм, который с сожалением говорит, что Джерри, новый отмороженный бойфренд мамаши, выбросил в окно его завтрак, недовольный странным поведением мальчишки. Сэм добавляет, что скоро он пойдёт в другую школу, так как они с мамой собираются переезжать в дом её нового бойфренда. Увидев отмороженного Джерри, который ни капли не стесняется поднимать руку на Шелли и Сэма, Эдди понимает, что нужно срочно что-то делать. Парень требует у Шелли права на опеку, но она ему отказывает, наивно веря, что сможет вырастить сына даже со своими ужасными привычками. Однако уже на следующий день Сэма всё равно забирает службу опеки. Эдди повторно просит Шелли позволить ему воспитать из Сэма настоящего мужчину, что приводит женщину в ярость, и она с криками прогоняет парня из своего трейлера. Во время судебного процесса, где должна решиться судьба Сэма, судья говорит, что она позволит Эдди усыновить мальчишку, когда у опекуна закончится испытательный срок, и он найдёт постоянное жильё. Эдди в слезах объясняет, что он прекрасно знает, что такое жить без родителей, но судьба остаётся непреклонной. В этот момент в зал суда врывается Шелли, которая заявляет, что она законная мать Сэма, и просит дать ей последний шанс на исправление. Судья соглашается с доводами Шелли, и вскоре Сэма возвращают в её трейлер. Это сильно огорчает Эдди, который через несколько дней видит из окна, как Джерри безжалостно избивает Сэма и душит до полусмерти Шелли. Эдди не выдерживает, сильно избивает подонка, после чего забирает Сэма с собой и уезжает вместе с ним. Вот только через пару часов Мэгги звонит Эдди и говорит, что Шелли заявила полиции, будто он похитил её сына, что вынуждает парня вернуться вместе с Сэмом к трейлеру. Полиция тут же арестовывает Эдди, при этом Сэм отказывается возвращаться к матери, утверждая, что только Эдди по-настоящему его любит. Рыдающий мальчишка гонится за увозящей его приёмного отца полицейской машиной, но он бессилен её догнать. Эдди снова помещают под арест, но через несколько часов отпускают, так как Шелли одумалась и изменила свои показания против парня, сказав в итоге, что они поехали вместе с Сэмом в магазин. Сэм с удовольствием проводит время, вместе с Эдди и Мэгги, когда на пороге неожиданно появляется Шелли. Оказывается, распутная женщина приняла единственно верное решение – передать опеку над подрастающим сыном Эдди, который по-настоящему сможет позаботиться о мальчишке. Эдди становится приёмным отцом Сэма, и через некоторое время после продажи дома двое переезжают к Мэгги, а перед отъездом Сэм с радостью находит в почтовом ящике пригласительное письмо из волшебного клуба фей. Как вам фильм Палмер? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!